Добро пожаловать на обзор обновления Минскса в симулятор. На неделе выкатили большую обнову в плеймаркете, которая включает в себя новый состав, новую линию метро, новые камеры в вагоне, а также задержку на сбор схемы в составах 81717. Я честно не знаю что это такое, если вы понимаете о чем идет речь, поясните в комментариях, буду знать. Помимо всего этого проведена оптимизация пассажиров и работа над мелкими исправлениями. Что ж, начнем по порядку. Новый состав, а точнее М110 от 81717 отличается более современным дизайном и интерьером. Вместимость пассажиров на 30 человек больше, вес вагона на 2 тонны потяжелее, ну и мощей побольше. Если тот состав давался нам бесплатно, то новый состав придется покупать за 259 рублей. Да, это как два мотор-депота. Чтоб вы понимали, если вы его не купите, вы не сможете выйти на новую линию, так как состав 81717 для нее не подходит. Поэтому можно сказать, за 259 рублей вы покупаете не только новый состав, но и доступ к новой линии. Кстати о новой линии. Она называется Зеленолужская. Можно выбрать начальную станцию, Ковальскую свободу или юбилейную площадь. Возможно немалая часть игроков останется очень недовольна таким поворотом, так как уже надоело кататься по одним и тем же линиям на одном и том же составе. А тут наконец-то выходит новый состав и линия. В радости все бегут смотреть цену на новый пояс и офигевают от того, что он донатный. Смотрят на свою банковскую карту и думают, а нафиг надо. И уже с не лучшими впечатлениями идут испытывать новую линию, но фиг там был. Без нового состава вы никуда не попадете. Конечно понятно, что 259 рублей это не так уж и много, но в то же время в игре нет никаких других поездов за игровую валюту, а уже появился донатный состав. Обычно делается это наоборот. Ну и камеры у нас остались. Теперь можем глянуть назад. Вид от первого лица только как понимаю стоя. Ну и вид от первого лица пассажира. Это кстати очень годно. Жаль, что камера не ворочается. Ну и на этом в принципе все. Про задержку на сбор схемы готов вас выслушать. Обновление хорошее, но блин не для всех доступное. Там на целую игру 100 рублей жмотят, качая пиратку. А тут моделька с пропуском почти 300 рублей стоит. Пиратство в этой игре сейчас резко подскочит вверх. Да и тем более этот состав и линию так давно все ждали. Это было лично мое мнение. Свое мнение вы можете высказать в комментариях. Ссылка на игру уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.